Добрый день, уважаемые зрители. Хотел бы поговорить о том, как Петя армию поднял. Наш солнце ясное Пётр Алицеевич армию поднимал. Средина 16-го года присылали к нам контрактников. Уже подняли зарплату, начали люди идти на контракт. Но дело в том, что не идти в боевые части, а идти служить при воентомате. Обещали, мол, приходите, будете при воентомате служить. Пришел человек, подписал контракт, служит месяц в этом воентомате. Что он там делает, водителям там числится или фиг знает, кем он там служит. Потом приходит бумажка с штаба сектора, там, не сектора, ну, командование там, южное, северное там. И говорят, 3-4 человека там выделить на, ну, какую-то боевую часть. А, допустим, в нашу пришло 5 таких голов. Приходят к ним и говорят, все, едешь, короче, в боевую часть. Они все в шоке, конечно. Думали, будут служить при воентомате дома, а тут боевую часть. Ну, из этих 5 человек, наверное, 4 точно были там полугодовые там контракты или до года там, не знаю. Приехали они к нам в часть там, а какая часть, полевая почта там, в село, короче, на Донбасс. Приехали, в шоке, конечно. Ну, а что, тут же планы. Зарплата повысилась. Контракт дома, почти, что вышел с дома, отслужил с 8 до 5 и дома. А тут боевая часть. Так, этих ловчики отслужили свой контракт в этой части, в этом батальоне, в этой бригаде. И все 5 человек, ну, не знаю, как, как, конечно, но эти 4 точно из 5, контракт закончился и прощай. Вот так вот, Петя поднимал армию. В роте, в роте 50 человек оставалось после ухода 4-й волны. После ухода 5-й волны, ну, может быть, даже в 2 раза меньше. Еще в течение года не могли набрать людей участия. Так все стремились у поднятую, у поднятую Петром Малицевичем армию. Пятую волну, пятую волну мобилизации задерживали, сейчас скажу, на месяца 3. Хотя мобилизация была на год, а задержали на месяца 3. В моем подразделении не было даже тому погрузить технику, если пятая волна ушла вовремя. Технику с полигона на Донбасс второй раз не было тому погрузить. Задерживали пятую волну. Это средина 16-го года. Еще в течение года, там у меня оставались люди, которые с ними я служил. В течение года не пришло, ну, может, даже с десятка в роту. И это боевая часть. Вот такие вот белишки. А вы говорите, армию поднял там. Армию поднял. Так поднял армию, то есть стремление туда на контракт идти. Я-то пятая волна мобилизации. По своей специальности получал 6200 вроде бы. Пятнадцатый год. Там где-то, может быть, на тысячу, полторы, за полтора года подняли. Тогда инфляция, тогда доллар повысился. Они подняли заплату на эту инфляцию. Сравнить 6000 в пятнадцатом году и 6000 в середину 16-го года. Совсем разные вещи. Армию поднял он. Как ездили на богданах волонтерских. В грузовичках волонтерских. Так и ездили. Как эти были скорые помощи до середины 16-го года таблетки. Так и были. А что-то получше. Кто его пустит туда на ноль? Чтоб его угробили. А такое поднятие армии. Не знаю, правда, что сейчас там. Но сомневаюсь. За полтора-два года что-то кардинально изменилось. Думаю, кардинально ничего не поменялось. Или как на полигоне этом прислали для учения технику. Там оса там и тому подобное. А у нее в этих половина метросхем нету. В пульте управления там. Локатор крутится. А толку нету. Из двух одна рабочая. Вот такая вот система. Ниппель. Петя поднял армию. То, что Петя поднялся, это точно. И тех, кто рядом. До новых встреч. Подписывайтесь, комментируйте. Высказывайте свое мнение.